Наша машиностроительная отрасль радует хорошими новостями. Перечислим самые интересные события из этой отрасли за месяц. Автозавод «Урал» запускает производство ведущих мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и рулевых осей от 7,5 до 9 тонн. Первые образцы должны сойти с конвейера к концу этого года. Руководство предприятия серьезно задумалось и о выпуске оригинальных раздаточных коробок. Со всей уверенностью можно сказать, что «Урал» стал одним из главных производителей российских грузовых машин, который показывает успешное развитие на фоне санкционного давления. АО «Автомобильный завод «Урал»» находится в городе Миас Челябинской области. Создан он в далеком и суровом 1941 году. В феврале 1943 года Государственный комитет обороны принял решение полностью перевести в Миас производство грузовых авто. Первая трехтонка «ЗИС-5В» сошла с конвейера в июле 1944 года, и через две недели на фронт ушла первая партия машин. Объемы наращивались стремительно. Уже в сентябре 1944 года с конвейера сошел тысячный автомобиль, а к концу года, несмотря на незавершенность цехов, рабочие сумели собрать в три раза больше грузовиков, так необходимых фронт. В 60-х завод выпускал двухосные, а затем и трехосные грузовые автомобили. А в январе 1986 был выпущен юбилейный миллионный автомобиль «Урал». В 2001 году завод стал частью машиностроительного холдинга «РУСПРОМАВТО». В 2008 году реализовал программу освоения шасси автомобиля «Урал-636-85» под размещение различного навесного оборудования. В линейке «Уралов» появились автокраны грузоподъемностью 40 тонн, автоцистерны, автобетоносмесители, сортиментовозы, самосвалы с трехсторонней разгрузкой и металловозы. В 2020 году «Урал» перешел от группы «ГАЗ» в объединенную машиностроительную группу ОМГ. В настоящий момент в модельном ряду «Уралов» представлены грузовики с полным и неполным приводом, самосвалы, сидельные тягачи, бортовые машины, шасси и вахтовые автобусы. Подготовку к запуску производства мостов для грузовиков и спецтехники начали еще в конце 2021 года. До распада Союза у «Урала» было свое производство мостов, но в 90-е мощности были утрачены, и основным поставщиком комплектующих стал Китай. Теперь руководство группы решило кардинально все поменять. «Урал» приступает к производству собственной линейки ведущих мостов, и по качеству они точно будут выше импортных, с более надежными характеристиками. Проектом предусмотрено создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин. Речь идет о линейке автомобилей грузоподъемностью 9-16 тонн, которые производит сам завод. В планах через 5 лет производить не менее 14 тысяч изделий в год. Собственные средства завода и займ от ФРП на 2 миллиарда пошли на приобретение оборудования. Это сложный комплекс автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков. Таким образом, масштабный проект освоения производства перспективного ряда ведущих мостов и передних осей активно набирает обороты. К 2025 году благодаря вводу новых производственных линий завод планирует выпускать около 19 тысяч ведущих мостов и осей для автомобилей «Урал», а также около 5 тысяч комплектующих для спецтехники. В рамках импортозамещения завод начнет выпускать не только мосты, но и раздаточные коробки. Грузовики с новыми мостами нуждаются и в новых элементах конструкции, в частности, трансмиссии. Раздаточные коробки, которые производятся сейчас, используются на полноприводных автомобилях «Урал» массой до 27 тонн. По новому проекту начнется создание агрегатов, в том числе для тяжелых вездеходов, полной массой 34 тонны. Основной целью выпуска новой коробки, конечно, станет повышение проходимости автомобиля по труднопроходимым участкам дорог и бездорожью. Запланировано выпускать сразу три типа раздаточных коробок. На входной крутящий момент 12, 18 и 25 тысяч ньютон-метров. Ими планируется оснащать все полноприводные автомобили «Урал» с заложенным ресурсом до 600 тысяч километров. В разработке агрегатов поможет научно-исследовательский институт опытного машиностроения Южноуральского государственного университета. При участии ученых также создавали семейство автомобилей «Арктический автобус» для работы на Крайнем Севере. Договор о совместной работе и намерениях по разработке новых раздаточных коробок подписан в прошлом месяце, и на реализацию проекта университет уже получил грант в размере 28 миллионов рублей. Готовые раздатки, конечно, не появятся быстро, но уже сформированы рабочие группы и в планах завода реализовать проект в течение трех лет. За это время образцы пройдут стендовые и дорожные испытания в составе автомобиля и заменят нынешние компоненты. Запуском серийного выпуска новой линейки раздаточных коробок автозавод делает уверенный шаг на пути замещения импортных комплектующих. Постепенно «Урал» сможет закрывать все потребности своего производства и, возможно, начнется создание более тяжелой техники. У завода есть все шансы развиваться в условиях санкционных ограничений. Из этого противостояния «Урал» без сомнения выйдет победителем. Также на форуме «Армия-2022» автопроизводитель продемонстрировал еще одну весьма перспективную разработку. Это образец беспилотного двухосного грузовика. Машина без кабины построена на шасси «Урал-432-06-73». Передвигаться беспилотник сможет как автономно, так и под управлением с дистанционного пульта. Следующая отличная новость. В Ленинском районе Челябинска 10 марта открыли Челябинский завод городского электрического транспорта. Инвестором выступила «Синара». Холдинг работает в городе в рамках концессии по обновлению троллейбусного парка. Первые машины, которые сойдут с конвейера, сразу отправятся на улицы города. В этом году завод выпустил 168 троллейбусов. 20 штук уже почти готовы к выходу с конвейера. После обкатки они будут обслуживать 12 и 19 маршруты. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, оно будет производить до 350 троллейбусов в год. Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тысяч квадратных метров. На заводе несколько технологических участков. Загодовительное производство, сварочный цех, антикоррозионная обработка, каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участком и сдаточным участком. Троллейбусы будут с увеличенным автономным ходом до 80 километров. Аккумуляторы будут заряжаться за 30 минут. Они рассчитаны на 37 сидячих мест. Также на предприятии показали образец электробуса. У него будет до 250 километров автономного хода. Транспорт входит в одно семейство городского колесного транспорта. Салон оборудован USB-слотами, откидной аппарелью для маломобильных людей, дополнительным освещением и климатическими системами. Его энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов. До конца года штатная численность Челябинского завода городского электрического транспорта составит около 400 человек. В дальнейшем она будет увеличена до 700 человек. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей. Также российская компания Тигарба Эко приступила к дорожным испытаниям новой модели электрокара – Эликар Тигабра GTB. Его особенность – высокая степень локализации производства – 80%. Старт продаж запланирован на апрель. Об этом сообщила пресс-служба компании. GTB позиционирует как спортивный автомобиль, хотя по классу он относится к категории L7E – тяжелые квадроциклы, мотоколяски, ваутюретки. Таким транспортом можно управлять с категории водительских прав B1 или B. Габаритная длина, ширина и высота Тигарба GTB составляет 3120, 1420 и 1850 мм соответственно. Снаряженная масса с учетом тяговой батареи 650 кг. Электродвигатель с жидкостным охлаждением развивает пиковую мощность 20 кВт, то есть 27 л.с. Запас хода на одном полном заряде 60 км. Максимальную скорость обещают определить по итогам испытаний. Что в этой машине спортивного? В пресс-релизе отмечается, что у нее особые настройки подвески, заниженный клиренс и шины типа полуслик. Это повышает устойчивость при прохождении поворотов. Кроме того, GTB имеет облегченные кованые колесные диски. Эффективность торможения спорткара повышена благодаря большому диаметру тормозного диска, мощным тормозным суппортом и системе ускоренного отвода тепла и колодочной пыли. В салоне два кресла с четырехточечными ремнями безопасности. В конструкции кузова применен каркас безопасности, а также распорки для увеличения жесткости. Тигарба Эко производит электромобили для гостиничного и туристического бизнеса. Луганск получил полсотни новых российских автобусов с кондиционерами из Москвы. Мэр Москвы заявил о введении московских стандартов городского транспорта в Луганске. В столице нового субъекта России создан единый бренд луганского транспорта и запущено полсотни современных автобусов с низким полом, которые доступны для маломобильных граждан, оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках. За движением новых автобусов в Луганске можно проследить на онлайн-картах. Управлять ими будут более 100 водителей, которых обучили специалисты из Москвы. Помимо этого в Луганске введена билетная система столицы. Проезд теперь можно оплатить картой тройка, пополняя ее счет через приложение. Также создан сайт с актуальной информацией о маршрутах, расписании стоимости проезда и способах оплаты. Еще одна отличная новость. Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК завершила поставку перевозчикам Санкт-Петербурга партий из 390 автобусов Волгобаз 5270, работающих на природном газе КПГ и СПГ. Зеленая техника поставлялась в ГТЛК по проекту в рамках городской транспортной реформы. Современный общественный транспорт, работающий на природном газе, повышает комфорт и скорость передвижения горожан по северной столице и способствует улучшению экологической обстановки в мегаполисе. Благодаря конструктивным особенностям, низкому полу, автобусы отлично подходят для использования маломобильными пассажирами и семьями с детьми. Ну и еще одна новость. В Челябинской области возобновили производство грузовиков, теперь без участия ИВЕКО. Расположенный в городе МИАС Челябинской области завод АМТ, бывший ИВЕКО АМТ, возобновил производство тяжелых грузовиков. Они воскресли в новом виде, без комплектующих из Евросоюза. В торговом наименовании автомобилей больше не используется слово ИВЕКО, поскольку итальянская компания летом 2022 года вышла из капитала МИАСКОЙ фирмы. АМТ сертифицировал семейство грузовиков АМТ-6325 с колесной формулой 6х6, сидельные тягачи, ассортиментовозы, бортовые машины, варианты под перевозку контейнера и установку крана-манипулятора и т.д. Полная масса автомобилей варьируется от 30 до 41 тонны в зависимости от модификации. Грузоподъемность от 19,5 до 22 тонны. Тягачи могут тянуть полуприцеп массой до 97 тонн. Основной потребитель таких машин крупные нефтегазовые и лесозаготовительные компании. Компания АМТ ведет свою историю с 1994 года. Изначально она была создана как совместное предприятие Уралаза, Газпрома и ИВЕКО. В 2009 году сменились российские собственники и фирма стала называться ИВЕКО АМТ. При этом ИВЕКО сохраняло за собой в предприятии долю 33%. В 2022 году ИВЕКО вышло из проекта, продав свою долю российскому партнеру. Название сменилось на АМТ. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.